привет всем ну что youtube просили и начали блокировать как обычно без какой-либо альтернативы точнее нам дают что-то что называют альтернативой но пока что полноценно заменить эту площадку никто не смог лишь нам не интересно что произойдет раньше люди начнут пользоваться повально системой vpn обходить эти все заглушки или найдется все-таки альтернативный хостинг который резко стартует в россии но пока мы надеемся на то что вы посмотрите наши новости в нашей группе вконтакте в соцсети одноклассники в нашем канале в telegram и даже в нашем дзене а еще мы запускаем трансляции наших новостей и видеороликов в нашем приложении община напомню что его нам кстати также блокирует американская компания apple поэтому рекомендуем всем переходить на android и скачивать наше приложение там она работает довольно уверенно ну а что ж теперь погнали новости за неделю первой части с вами в студии русского медиа-центра как обычно один из координаторов русской общины андрей ткачук почему сфоткаешь А кто вы? Я? Да. Кому? На третий этаж? Да. На третий этаж? Нет. Кому? Да. Сейчас вдвоем вы здесь встаньте. Сейчас я вас фотографирую. Не стесняйтесь. В мытищах наши братья закрыли этнический бордель в подъезде жилого дома. Ситуация интересна тем, что там год назад уже силовики при участии общественности накрывали такой публичный дом. Но спустя год соседи в домовом чате стали снова жаловаться на то, что в нехорошую квартиру идет вереница восточных клиентов. Наш брат поймал пару таких гостей и спросил их, что да как. Тебе даже телефончик жрицы любви из Узбекистана дали? Нам, мол, не жалко. Но вот как поймать этих куртизанок? Они обычно просто гасят свет, шифруются, типа их нет дома. Тогда наш парень пошел на хитрость и прикинулся клиентам. А вот как только дверь открыли, он с соседями уже не дал возможности эту дверь закрыть. Вызвал полицию. Жрицы любви доставили в участок. Но, к сожалению, наши законы таковы, что больше чем штраф там ничего не дадут. Пришлось провести профилактику уже с владельцами квартиры, которые сдавали ее в аренду. Ну что, квартиран так выселили. Теперь вот смотрите, вдруг у вас появится. Действуйте на опережение. А в Екатеринбурге водитель служебного автобуса компании «Озон» отвозил работников с района «Химаш» в распределительный центр этого маркетплейта. На конечной остановке все пассажиры, как водится, вышли. Ну, кроме одного. Это был приезжий из Центральной Азии, который начал кричать матом на водителя, предъявляя претензии за то, что его не посадили в автобус тогда, когда он этого хотел. А сделали это по расписанию. Но водитель, естественно, предложил Горлопану немедленно выйти из автобуса, на что получил отказ. После чего, естественно, сел за руль и продолжил маршрут уже с неадекватным пассажиром внутри. Мигрант напал на водителя и начал его избивать прямо во время движения автобуса, что могло привести к серьезной аварии с жертвами. Наш брат смог выкинуть агрессора из автобуса. Во время драки, кстати, иностранец выронил свой телефон. Его забрал начальник охраны Озона. И вот тут самое интересное. Выдавать мужчину правоохранительным органом, руководству этого маркетплейса отказывается? Очевидно, что хочет замять дело. Ну и что, вы так и будете пользоваться Озоном? Ну вот, если сегодня они позволяют себе избивать людей, пользуются защитой сотрудников компании, но то где гарантия, что завтра кто-то из них не завладеет спокойной информацией о клиентах компании и не начнет посещать их в квартирах в составе банды? Вы это можете гарантировать? Ну вот я лично Озоном не пользуюсь. А теперь в Нижний Новгород. Там на футбольном турнире взрослые футболисты из команды выходцев из Средней Азии избили нашего парня за то, что проиграли его команде футбол. Это еще зимой было. Дело пытались замять, но наши братья с адвокатами русской общины не дали никому уйти от ответственности. Возбудили уголовное дело. Теперь будет битва в суде. Смотрите все сами на видео. Хочу напомнить ситуацию, которая возникла с Андреем. Некоторое время назад во время футбольного матча он был избит незаменимыми специалистами. После этого его мама обратилась в русскую общину, потому что как-то дело не возбуждалось, виновные найдены не были. Русская община вовремя вписала ситуацию. Мы привлекли внимание к ней. И, соответственно, сразу после этого оперативно и прокуратура, и следствие возбудились. Нашли человека, которому предъявить обвинение. Сейчас ему предъявлено обвинение по двум статьям. По статье 116 и по статье 119. Соответственно, в самое ближайшее время он будет осужден. Надеюсь на длительный срок. Поэтому поздравляю всех с нашей маленькой победой. Всем спасибо. Орел. Там русская община победила в деле об избиении русского подростка двумя братьями Худаян. На тот момент парню было 16, а нападавшим 28 и 30 лет соответственно. Дело пытались замять, как водится. Но русская община с адвокатами довела это до суда. И получение наказания. Оба агрессора получили по два с половиной года поселения. Колония-поселение. И по штрафу в полмиллиона каждый в пользу избитого парня. Наши богатыри из общины Орла просто настоящие русские герои. Не просто не бросили парня, которому нанесли серьезные вещи, а именно добились наказания и выплат. Итак, Исяк, Никитуля, все в порядке. Ну вы понимаете, и вот сегодня приехали ребята. Настолько его поддержали. Вы только не видели, какая это приехала толпа. У ребенка эмоции, у ребенка улыбка, у него адреналин. Да, может быть это сверх для него, но тем не менее это есть поддержка. Он теперь знает, что он кому-то нужен. Вот и в Казани наша община взяла под защиту 13-летнего паренька, которого затравил и избивал местный абубандит из новых граждан, переехавших из Таджикистана. Сотрудники ПДН, как всегда, не видят ничего страшного в том, что сын мигрантов держит в страхе всю агрессную детвору, унижает, постоянно избивает детей. Угрожал пацану даже когда тот лежал в больнице после того, как новый гражданин избил его до полусмерти. Пацану, кстати, нашему еще повезло, что прохожие оттащили агрессора от избитого. Наши взяли под защиту семью избитого мальчика и поддержали его самого. Спасибо, что в дело вмешался Александр Бастрыкин и теперь Следственный комитет может довести это дело до уголовного наказания, на что мы, кстати, все и надеемся. А сейчас минута рекламы от наших партнеров компании «Великоросс», которая активно поддерживает развитие русской общины. Дорогие братья и сестры, мы точно знаем, что вы любите и цените родные традиции, ну а яркие душевные русские праздники всегда отзываются в ваших сердцах. Поэтому нам очень хочется поделиться с вами радостной вестью о торжественном открытии в Москве флагманского магазина наших друзей русского бренда «Великоросс», которое состоялось, кстати, в День Крещения Руси. На протяжении всего дня многочисленные друзья компании, приглашенные гости, неравнодушные люди, наслаждались песнями, плясками, разыгрывали призы, получали подарки, примеряя уникальные образы в неповторимом русском стиле от легендарного отечественного бренда «Великоросс». Освещение с общим молебном и торжественная церемония открытия флагманского магазина «Великоросс», расположенного в Москве на Ленинградском шоссе, дом 19, прямо напротив торгового центра «Метрополис», явились по-настоящему ярким культурным событием, которое сопровождалось выступлениями множества прекрасных артистов и народных коллективов. Но если вы не смогли присутствовать на этом знаковом событии, не отчаивайтесь. «Великоросс» приглашает каждого из вас посетить любой из фирменных магазинов, где вы сможете стать участником беспроигрышной лотереи, выиграть замечательные призы или получить привлекательные скидки, а также ознакомиться с ассортиментом повседневной одежды и других товаров для истинно русской души. Хочу дополнительно отметить, что и мы, представители русской общины, тоже активно участвовали в этом празднике. Я лично поздравил основателя бренда «Великоросс» Алексея Минаева и произнес речь, адресованную всем русским людям. Особое внимание я уделил значимости настоящих русских брендов, таких как «Великоросс» для настоящего и будущего нашей великой России. Поэтому непременно посетите их магазины. Ведь выбирая «Великоросс», вы делаете верный выбор, поддерживая русский мир и помогая русской общине. А с промокодом «Община» вы всегда получите братскую скидку в 20% на сайте «для души.рус» либо в розничных магазинах «Великоросса». Переходите в магазин по ссылке в описании. А это снова Екатеринбург. Там наши задержали педофила, который домогался до 11-летней девочки. Когда наши вызвали Росгвардию, держали педофила до их приезда, то на подмогу прискакали сотрудники местного цеха изготовления еды. Понятное дело, все мигранты. Думали отбить, но увидели, с кем имеют дело и решили не портить себе здоровье. Договориться тоже не получилось. Теперь депортация. Хотя мы сожалеем, что в нашем кодексе нет другой, более действенной формы профилактики посягательства на неприкосновенность наших девочек. А чтобы не думали, что община создана против каких-то мигрантов, покажем и другую нашу работу. Вот на Урале задержали пьяного неадеквата, который разгуливал по селу с топором и пистолетом в поисках какого-то парня. Опустившийся наш собрат потерял ориентиры в жизни. Таких мы тоже наказываем по закону, а потом готовы взять на перевоспитание. В спортзале, в добрых делах, на лекциях и русских праздников, в храме с братьями. Выковывается настоящий русский там, а не те, что позорят наш род пьянством и неадекватным поведением. Ну что ж, на сегодня у меня все. Если у вас не работает YouTube, ищите нас в Рутубе, ВК, в Одноклассниках, в Телеграм-канале и даже в Дзене. А еще скачивайте наше приложение для Андроида. И там мы тоже выставляем теперь все наши новости и видео. С вами был Андрей Ткачук. До встречи в следующую среду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok